Министерством здравоохранения Республики Дагестан проводится постоянный мониторинг диспансеризации, в том числе объемов проведенных обследований. Для улучшения качества оказания медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов в республике организована работа выездной бригады врачей. Подобные выезды практикуются и у нас в Ассо-Жертовском районе. По данным специалистов, в ходе проводимой диспансеризации у граждан выявляются заболевания, определяются группы состояния здоровья, диспансерного наблюдения. Назначается лечение. При необходимости пациенты направляются на дополнительные диагностические исследования, в том числе высокотехнологичные. На круглом столе, который вчера проходил в кабинете заведующей Ассо-Жертовской районной центральной поликлиники Рабиат Оздемировны Адельхановой, с участием директора районного филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан Заурагаджевича Баташева и терапевта Ассо-Жертовской центральной районной поликлиники Басира Алиевича Нахаева. Мы решили проводить круглые столы, которые посвящены наиболее актуальным вопросам здравоохранения. Сегодняшний круглый стол мы хотим посвятить диспансеризации определенных групп взрослого населения. Принимает в нем участие районный терапевт-специалист Насбасир Алиевич Нахаев, также директор филиала фонда медицинского страхования Заурагаджевич Баташев. В Хасаевском районе, как и по всей Республике Дагестан, очень высок процент заболеваемости онкологическими болезнями, также сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринными заболеваниями и туберкулезом. Наше население должно быть насторожено в отношении этих болезней и своевременно проходить диспансеризацию. Особенно это касается взрослого населения, которое не очень часто обращает внимание на свое здоровье. И чаще всего обращается к врачам, когда болезнь уже находится на последних стадиях. Диспансеризация и делается с этой целью, чтобы выявить болезнь на ранней стадии, когда она подлежит уже излечению, и человек может полноценно существовать, работать и жить. Для того, чтобы проводить более качественную диспансеризацию и приблизить медицинское обеспечение к населению, нами были созданы врачебные бригады, которые выезжают непосредственно по населенным пунктам и на местах проводят диспансеризацию. О необходимости диспансеризации взрослого населения также доносят наши главные врачи на участках. Это вопрос актуальный у нас на каждом аппаратном совещании. Мы проводим анализ по всем участкам, кто как выполняет план диспансеризации. При прохождении диспансеризации люди получают полноценное обследование, проводятся все анализы человеку. У нас для этого есть все возможности. Есть диагностическое отделение ЦРП, где проводят полные анализы. Делают ЭКГ, УЗИ и другие методы исследования, которые необходимы для выявления заболеваний на ранних стадиях. Также мы проводим анализ ежемесячно выявленных заболеваний. Терапевты и другие специалисты ставят на учет этих больных и проводят своевременное профилактическое лечение. На аппаратном совещании на прошлой неделе нами были ознакомлены все районные специалисты, терапевты и главные врачи с планом на 2017 год. Этот план распределен по всем участкам. По итогам прошлого года мы выполнили план диспансеризации на 101,2%. Также планируем и в этом году успешно проводить диспансеризацию. Нам необходимо обследовать и осмотреть 24 тысячи человек. Это очень большое количество народа. И для того, чтобы мы могли провести эту диспансеризацию полноценно, необходимо и активное участие населения Хасовского района. Более детально с нашими цифрами, с выявлением заболеваний, какие заболевания были выявлены, по каким участкам наиболее актуальные болезни, вас ознакомит наш районный терапевт. От 3 октября 2015 года утвержден порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения с целью выявления неинфекционных заболеваний, которые часто приводят к летальности и инвалидности. Для чего все это проводится? Для того, чтобы выявить болезни сердечно-сосудистые, онкологические, индоксильные болезни на ранних этапах заболевания, и чтобы потом проводить дальнейшие мероприятия по предупреждению о осложнении этих заболеваний. Например, у нас растет патология по органам сердечно-сосудистой системы, онкологии, индоксильной системы. Прозвучало, что, например, в прошлом году 25 человек онкологических заболеваний, рак легкого, были выявлены на поздних этапах, на 3-4 степени стадии заболевания, когда уже проводимые лечебные мероприятия малоэффективны. Все это и цели проводятся вот эти диспансеризации, чтобы выявлять на ранних этапах заболевания эти заболевания. Болезнь сердечно-сосудистой системы идет на рост. Очень много больных в районе страдающих артериальной гипертонией, много больных страдает ишемической болезнью сердца. Например, дебют ишемической болезни сердца в 50% случаев начинается, как заканчивается внезапной смертью. Например, говорят, не болел и вдруг умер. Это один из примеров дебюта ишемической болезни сердца. С этой целью и проводится диспансеризация, чтобы выявить на ранних этапах скрытые ишемии при кардиограмме суточных монетированных ЭКГ, чтобы предупредить вот такие случаи. В том числе и по другим органам. В этом году мы должны осмотреть 24 тысячи людей. У каждого возраста есть свой перечень обследований, которые мы должны проводить. Например, 18 лет, 35 лет, 38 лет. Есть перечень обследований, которые должны проводиться после 30, после 38 лет, после 60 лет. Вот это все приказы у всех участковых врачей есть, они знают, в каком возрасте, в какой человек должен пойти какие-то обследования. Если даже жалоб нет, вот это надо обязательно проходить. Есть на участке, у каждого участка есть анкетирование с целью выявления этих заболеваний и имеет ли этот человек склонность к каким-то определенным заболеваниям. Есть наследственные предрасположенности к этим заболеваниям. За 2016 год в процессе диспансеризации активно нам выявлено 13 случаев онкологических заболеваний. Из них 3 случая желудка, 2 случая легкого, 5 молочной железы и 3 шейки матки. Выявлено 1683 случаев артериальной и гипертонической болезни. Около 2000 случаев ишемистской болезни сердца. Вот основное, что превалирует из всех патологий. Для чего мы вот это все выявляем? К сожалению, у нас в районе очень повышаются случаи острых нарушений мозговых повышений. Это напрямую связано с тем, что мы не регулярно лечимся от артериальной гипертонии. На поле артериальной гипертонии 90% случаев возникает острые нарушения мозговых повышений. Наша задача проводить санитарную, санитарно-профилактическую работу и объяснительную работу. И на приемах каждого врача, что артериальная гипертония просто так не уходит. В большей части случаев ее приходится лечить пожизненно. Для чего? Чтобы предупредить такие осложнения. Поражение сосудов головного мозга, сердца и почек. Я призываю население района активно включиться в эту проводимую диспансеризацию. Не отмахиваться, когда вам участковые врачи говорят, что надо проходить эту диспансеризацию. Это делается с целью наших, с целью ваших интересов. Чтобы предупредить осложнение возникших заболеваний. И чтобы в дальнейшем проводить мероприятия. Если человек нуждается в дальнейшем обследовании, за рамкой диспансеризации, мы направляем куда? На ход Махачкалу, по узким специалистам. Махачкалу отбираем больных, которые нуждаются в высокотехнологической медицинской помощи. И проводим такую работу. Как отметил Заургаджевич Батачев, на сегодняшний день количество застрахованных. Федеральное обязательное медицинское страхование в районе составляет более 155 тысяч человек. Из них 44 600 имеют на руках старые медицинские полиса. Всякая медицинская помощь, оказываемая сейчас в нашей стране, она не бесплатна. Она всегда платна. За каждую услугу лечебного учреждения выполнены, получают деньги. Но, смотря откуда, есть платные услуги, которые больной или здоровый человек оплачивает сам. Это никто за них не платит. Это получение всяких справок при устройстве на работу. Обследование на получение оружия. Это к оплате со стороны ФОМСа, со стороны государства эти услуги не подлежат. Обсуждаемая сегодня диспансеризация, она оплачивается государством через страховые медицинские полисы. И стоит эти исследования не очень дешево, порядка около тысячи. Все это оказывается населению бесплатно. При прохождении диспансеризации каждый человек обязан предъявить страховой медицинский полис. По этому полису проведенные услуги представляются на оплату ФОМС. И в ход медицинского страхования через страховые компании оплачивают эти услуги. Многие из нас, из населения, пренебрегают сегодня полисам. Считаю, что это ненужная бумага. Почему-то мы, когда останавливают нас КАИщики, показываем для проверки страховой полис автострахования, который проверяет и срок годности, и соответствие транспорта. К этому уже давно привыкли, потому что это делают каждый раз, когда останавливают наш транспорт. Мы почему-то думаем, что услуги, оказанные человеку со стороны лечебного учреждения, это так просто, абстрактно. Но за каждую услугу надо платить. И вы должны предъявлять страховой медицинский полис при обращении по диспансеризации, по болезни. В районе застраховано у нас 155 тысяч. Имеется три страховые компании. 110 тысяч по всем человекам по районам. По трём страховым компаниям имеют полисы нового образца. 44 600 человек ходят со старыми полисами. Время меняет, идёт, и требования тоже, форма работы, порядок, всё это меняется. Вот по диспансеризации старые полисы уже не проходят. Для прохождения диспансеризации нужно получить полис единого образца. Старые полисы по 326 закону об обязательном медицинском страховании мы много лет говорили. Сейчас тоже говорим о работе, оказывается, продлённые старые полисы. Но программа внесения на оплату услугу по прохождению диспансеризации, профилактической работы, она изменилась. Их подать со старыми полисами невозможно. Поэтому для прохождения диспансеризации надо получить новый полис. Сейчас не конец года, сейчас начало года. Можно потихонечку пройти со старым полисом, пройти страховую компанию, получить новый полис, а это время. Диспансеризация проходит не за один день. Пока придёт медсестра, пока сдадите анализы, пока доктор подаст на оплату, проходит определённое время. За это время можно прийти в страховую компанию, получить новый полис. А старыми полисами при обращении по поводу заболеваний, по неотложной помощи, это всё до сих пор продолжает работать. Имея на руках старый полис, люди думают, что да, у меня есть, я гарантированно от всего пойду и меня обслуживают. Да, должны оказывать помощь по старому полису тоже. Но только в Хасыринском районе около 500 медработников, включая город и район, это более тысячи медработников, которые должны принимать этот полис на оплату, принимать во внимание этот полис. Всем очень трудно объяснить. Раз пошло ограничение по оплате по старому полису, профилактическая работа, они думают, что всё, пришли анализ давать, когда заболел. Тогда, когда они должны были по поводу заболеваний, когда обратился человек принимать. И со старым полисом они начинают отсылать человек за полисом. Это неправильно. Это уже медработников касается, когда обращаются по поводу заболевания, неотложен состояния. Полис старого образца должны принимать. Но если угрожающая жизнь состояние, конечно, и без полиса должны оказывать. В этом это уже никто не отменял. Это закон, правило. Но чтобы пройти диспансеризацию, надо получить новые полисы. Я думаю, что мы проведем еще такой же стол круглый по поводу значимости, как получить, где получить, какие нюансы, что нужно подготовить, предъявить для получения нового полиса. Я думаю, проведем еще один круглый стол и разъясним все в деталях. Скорее всего, пригласим страховые компании, чтобы они объясняли, что к чему, как получить, где получить. На сегодняшний день в рамках темы диспансеризации населения сегодняшняя информация, которую я сказал, этого достаточно. В свою очередь, Робья Тазимировна отметила, что в скором времени будет проведен еще один круглый стол, более расширенный, с участием врачей, а также специалистов страховых компаний. Проанализировав работу по диспансеризации за 2016 год, мы подвели итоги, и за 2016 год было выявлено 17 203 заболевания. Вы должны понять, насколько это важно. Мы надеемся, что мы донесли до вас наши специалисты о важности прохождения диспансеризации, о своевременном лечении и профилактике заболеваний. В будущем круглые столы у нас будут проводиться регулярно по всем актуальным вопросам здравоохранения Хаса-Юрцевского района. И мы надеемся, что наши зрители будут внимательно нас смотреть. Продолжение следует...